Ну что, всем привет! Я могу начинать. У нас сегодня с вами второй вебинар, и на этом вебинаре мы поговорим о простых, трёх простых этапах, как сделать речь чистой, свободной и правильной. Также я расскажу про правильный подход к изучению грамматики, почему многим проще научиться читать или писать по-английски, но говорить так и не получается, и разберём, какие два шага нужно сделать обязательно, если хотите понимать всех и вся. Во-первых, я вам дам четвертую оценку речи, своей речи, и для чего же это нужно? С целью улучшения своей речи, если у вас есть какая-то речь, то прямо сегодня у вас уже будет алгоритм, чтобы вы сами конкретно посмотрели, с чем вам нужно работать. Самая эффективная стратегия оценки своей речи. Можете взять даже листок бумаги, не можете взять, а возьмите прямо листок бумаги, ручку и запишите в телефоне в заметках, ну в общем, всё, что есть под рукой, можете туда записывать. У вас будет четыре слова. Первое – это чистота речи. Второе – это богатство, богатство словарного запаса. Третье – это скорость. И четвёртое – это внутреннее ощущение свободы. То есть это четыре основных момента, основных критерия, по которым можно оценить свою речь. А теперь по десятибальной шкале оцените свою речь. Неважно, какой у вас уровень сейчас. Кстати, все уже посмотрели уровни. Я вчера отправляла вам чек-лист. Можно было посмотреть уровни и оценить, какой у вас уровень. Потому что вчера как раз мы разговаривали о вашей точке А. И я говорила о том, что отправлю, и вы сможете посмотреть и оценить свой уровень. Так вот, если вы всё равно худо-бедно когда-то открывали рот и хоть раз разговаривали, то сможете оценить свою речь по этим критериям. Ещё раз повторю. Что же это за критерии? Это чистота речи, богатство, скорость и ощущение свободы. А теперь подробно обсудим каждый из этих критериев, чтобы вы понимали вообще, о чём идёт речь. Чистота речи. От чего зависит чистота речи? И вообще, что нужно делать, чтобы эту чистоту речи поднять? Чистота речи – это грамматика. Если речь грязная, свалена в кучу, путаются окончания, получается какая-то вообще непонятная каша, это грамматика. Сразу нужно смотреть грамматику и внедрять её. Богатство словарного запаса – это второй момент, потому что человек может говорить очень-очень чисто, но при этом очень примитивно простыми словами. Даже возьмём, допустим, слово beautiful. Наверняка все встречали, beautiful – это красивый, да, beautiful. А есть ещё, допустим, amazing – это ещё, да, вот ещё красивее. Но не все даже знают это слово и не пользуются. Это значит, что у вас маленький словарный запас. И вы как бы фокусируете своё внимание, свою речь только на грамматике, но забываете о том, что нужно ещё и пополнять словарный запас. Так вот, если у вас маленький словарный запас, что нужно делать? Первое – это чтение. Второе – это, конечно же, слушать, слушать ещё раз лучше. Не важно, что вы слушаете, подкасты, фильмы смотрите, сериалы. Ну, в общем, всё, что угодно, но смотрите и слушайте. И третье – это, конечно же, вы эти слова сразу применяете на практике. Не забывайте о том, что что бы вы ни делали, что бы вы ни смотрели, ни читали, ну, в принципе, там, ни писали, всё нужно проговаривать и сразу прорабатывать на практике. Поэтому цифра 2 – это богатство словарного запаса. Третье – это скорость. Что в себе подразумевает скорость? Если у вас медленная речь. Кстати, часто вот студенты спрашивают, а если медленная речь, что мне делать? Как мне быть? Вот я вроде как бы разговариваю, а речь медленная. Как мне увеличить скорость? Так вот, скорость речи целиком и полностью зависит от автоматизации грамматических структур. Как только вы делаете что-то автоматически, у вас увеличивается скорость. То есть все знают, да, выражение I don't know. То есть я не знаю, я там, I don't understand. То есть вы, не задумываясь, его сразу произносите с максимальной скоростью. Почему? Потому что вы не задумываете, что вы, куда вставляете, какие слова подбираете, какую грамматическую конструкцию вставляете. Все, вы проговорили и на этом все. И четвертое – это внутреннее ощущение свободы. Внутреннее ощущение свободы всегда будет в первую очередь чувствовать ваш собеседник. Потому что у нас есть такая вещь, как она называется зеркальные нейроны. Что это значит? Что вот вы вроде говорите там быстро, богато, чисто, красиво, но у вас на лице маска вот этой вот суперболи, всей жалости к себе и трудности изучения английского и вообще этих дней, то ваш собеседник тоже не будет получать удовольствия. Он будет точно так же, с таким же настроением смотреть на вас и воспринимать ту информацию, которую вы ему проговариваете. То есть он вместе с вами будет страдать. Если у вас нет ощущения свободы, то есть в этом случае два направления. Какие это направления? Первый момент – это снижать важность. Вы говорите объективно хорошо, у вас достаточно высокий уровень, но у вас нет в себе никакой уверенности. И это что-то не языковое, что вам нужно делать и снижать важность. Это, ну, как сказать, то есть вы, когда разговариваете, не придавайте важность тому, с кем вы разговариваете. То есть это может быть любой человек, неважно, кто он там президент, там министр или еще кто-то. Просто снижайте уровень важности восприятия человека, тогда вам будет проще. Второй момент – это практика. Так вот, практика – чаще, чаще, чаще разговаривайте. Просто успокаивайте свой стресс. Говорите, говорите, говорите. Это уже может дать свободу, какую-то свободу. Еще есть момент того, что если вы потерпите первые 3-5 минут, так часто бывает, то вы через это время вот входите уже в эту свою колею, и тогда все будет прекрасно. Тогда вам проще, легче общаться, тогда вы отпускаете все эмоции и двигаетесь дальше. Если речь идет о недостатке внутренней свободы, при остальных, конечно, высоких показателях, таких, как мы с вами перечисляли вот частота слов, запас словарный достаточный, хорошая скорость, достаточно хороший высокий уровень, то вы можете как можно больше пересказывать. Говорить, проговаривать, опять практиковаться, можете сами с собой разговаривать, можете записывать видео, делать пересказы. Я, например, прошу своих учеников, чтобы они пересказывали. Они часто мне отправляют видео, вот пересказы как раз такие. Им нравится, и мне тоже такой формат очень даже подходит. Таким образом, к вам придет внутренняя свобода. Даже если вы будете теряться, стесняться, но вы будете знать какой-то материал, то есть тот материал, который вы прорабатывали, то вы прекрасно это сделаете. Вы прекрасно проговорите. Почему? Потому что у вас проработан этот навык. Поэтому здесь с этой темой мы разобрались, и я думаю, что всем стало предельно ясно и понятно, что у нас есть чистота речи, богатство словарного запаса, скорость и, самое главное, ощущение внутренней свободы. Правильный подход к изучению грамматики. Что же за правильный подход к изучению грамматики? Этот подход можно сравнить с лего. Вчера мы с вами рассматривали пазл. Забыла, как называется пазл. Сегодня мы с вами рассматриваем как раз-таки лего. То есть все видели, как выглядит лего. Вот я здесь даже еще в слайд добавила. Вы можете спокойно посмотреть. Вот оно лего. Кто-то даже в него играл. У меня, допустим, есть ребенок. Я играла и играю. Так вот, почему на язык нужно смотреть, как на конструктор? Потому что, если вы смотрите на фразы, как на какие-то неменяемые штуки, это просто взрыв мозга. Ну, действительно, по-другому никак этого не назовешь. Каждую фразу нужно воспринимать как конструируемую фразу. Что значит конструируемая фраза? Если у вас, вначале возьмем так, если у вас проблемы в речи, то есть проблемы с речью, то есть большая вероятность того, что вы эти фразы просто заучиваете, зазубриваете какие-то отдельные фразы, отдельные выражения или отдельные слова. И вот здесь как раз-таки самый правильный подход к изучению грамматики – это когда вы заучиваете фразу, например, которая вам будет нужна, но с высоким индексом конструированности. Что такое высокий индекс конструированности? Это вот сейчас прям очень важная, суперважная вещь, поэтому внимательно здесь слушайте, а можете даже и записать. Объясню вам так, что высокий индекс конструированности, к примеру, мы с вами учим диалоги, читаем какие-то диалоги, что-то услышали, предложения, фразу, и возьмем здесь сразу на примере и разберем. Так что у нас сегодня в нашем марафоне, в нашем вебинаре будет не только теоретическая часть, но и назовем ее еще практической частью. Это диалоги из серии directions. Directions – это направление, то есть как пройти, как добраться, спросить и так далее. Возьмем фразу, которая будет звучать. Можете ли вы или не могли бы вы мне подсказать, как пройти до вокзала, до станции или путь к вокзалу или станции? И вот смотрите, как здесь как раз-таки в этой празе очень ярко выражено, что язык – это конструктор. Возьмем последнее слово – station. И вот что у нас может получиться. Can you tell me the way to the station? Can you tell me the way to the park? Подсказать, как добраться до парка, путь к парку. Can you tell me the way to the market? Market – рынок. Can you tell me the way to the supermarket? Can you tell me the way to the bank? Все. То есть вы поменяли в этой празе, заметьте, только одно слово вы меняете, как пазл, как вот этот конструктор лего передвигаете, и у вас уже получается совсем новая фраза. Идем дальше. Can you tell me the way? Я вернусь еще назад и скажу здесь, что если вы знаете название мест, я думаю, что вы знаете, то вы уже можете переставлять это и называть те места, куда вам нужно добраться. Смотрим дальше. Can you tell me the way? Заменим теперь слово the way. Я его специально здесь подчеркнула, чтобы оно вам бросалось в глаза, вы могли посмотреть, что именно это слово мы сейчас будем заменять. Что здесь можно подставить? Все, что угодно, все, что вам приходит на ум. Can you tell me the time? Время. Can you tell me the price? Цена. Can you tell me your address? Свой адрес. Can you tell me your name? Своё имя. В общем, все, что угодно. И заметьте, что мы все еще работаем с фразой Can you tell? Can you tell? Теперь давайте возьмем просто фразу Can you tell? Поставим ее и будем менять tell. На что мы его можем поменять? Can you show me this? Можешь ли ты мне показать это? Can you answer my question? Можете ли вы ответить на мой вопрос? Can you help me? Можете ли вы помочь мне? И так далее. В общем, все, что угодно, вы здесь заменяете глагол. А сами знаете, что у нас очень много разных вариантов глаголов. Поэтому все, что хотите, подставляйте. У вас есть готовый шаблон. И теперь возьмем can you tell. И так как у нас подчеркнуто здесь you, мы будем менять теперь этот кусочек. Can I help you? Can I answer your question? Can they do something for you? Как раз-таки буквы S, M, T, H – это сокращение от something. Can you, допустим, tell или can you do something for you? И так далее. То есть все, что угодно, вы здесь можете использовать. Но еще раз обращу внимание, что мы все еще работаем с фразой can you tell. То есть местоимения меняйте на любое слово и работайте. Все. Вот здесь главное запомнить то, что вам нужно мыслить структурами. То есть мыслить языком как конструктором. Поэтому не зря я вам вначале показывала лего, и вы посмотрели, что мы меняем всего одно слово вот в этом кусочке, в этой фразе, которую мы сегодня разбирали. И у нас полностью меняется уже смысл этой фразы. То есть вы мыслите языком, что каждое слово не отдельно друг от друга, а как лего, которое вы переставляете, и из одних и тех же деталей можете собрать что-то совершенно новое, совершенно разное. Вот, пожалуйста, вам пример. Я здесь составила все фразы практически, которые мы прорабатывали. Для меня это выглядит, как раньше в фотоаппаратах была вот эта вот ленточка, да, лента. И как пленка ее называли, вот пыталась вспомнить, пленка. И вот когда мы ее так раскручивали в разные стороны, смотрели, и вот как раз таки переставляя, как шахматы, как лего, одно другое заменяя, вот как раз таки у вас получается, вот в таком формате вы работаете. Итак, идем дальше. И здесь мы поговорим, почему проще научиться читать и писать, но говорить не получается. Кстати, есть такое, и многие именно жалуются, что есть момент того, что писать, говорить проще, почему, ой, писать, говорить, писать, читать проще, но почему же мне не получается разговаривать. То есть я абсолютно не умею говорить, как так и почему. Первый шаг – это технический. Что значит технический? Например, вам нужно выучить какое-то время. Возьмем, допустим, время, самая банальная тема – это present perfect. Это чаще встречается. Понятно, что present perfect – это у нас достаточно сложное время, и оно не изучается. Сейчас, одну секундочку. Одну секунду. Хотела вывести видео сюда. Сейчас. Нет, почему? Вот, все, отлично. Итак, вернемся к present perfect. Present perfect используется на уровне выше. Это понятно, что не на, допустим, первом уровне изучения используется, а чуть-чуть выше. Но вы поняли, что у вас проблемы с использованием этого времени. Вы берете учебник, вы находите какой-то материал в интернете, ну, в общем, все, что угодно, и вы как раз-таки с этим временем работаете. Это все прекрасно. Вы проработали. Но что же, ну, вообще, что дальше делать, окей, вот я взял учебник, что я буду делать, а ничего. То есть, если вы никогда не открываете рот, то вы никогда, в принципе, и говорить-то не будете. Но смысл от того, что вы поработали с этим временем, окей, что дальше? Поработали, а что дальше? Непонятно, да? Делаете какие-то упражнения, либо еще, ну, вот, наверное, это мое такое любимое, вот, сидите в приложении, просто тыкаете, тыкаете на правильный, неправильный вариант. А ты что? Ну, тыкнули, а дальше? Все. Рот пока не откроете, пока не начнете разговаривать, у вас ничего не изменится, ничего не поменяется, и вы как не разговаривали, так и не будете разговаривать. Поэтому посмотрели, выучили правила, разобрали, как им пользоваться, сделали упражнение. Следующий шаг – это смысловой. Что значит смысловой шаг? Это как раз-таки в это время вы сравниваете то, что вы прошли, с чем-то другим. Например, возьмем же опять вот время present simple, вы уже в страде, там, где-то в учебнике с ним поработали, теперь вам нужно его использовать, то есть вам его нужно для начала сравнить. Ну, самое примитивное, с чем мы будем его сравнивать, это просто с past simple. Present perfect – сравниваете с past simple. Отлично, вы сравнили, поняли, увидели, чем отличается, идем дальше. Вот это смысловой вариант, когда вы уже это поняли. И теперь шаг третий, и он самый главный. Если у вас правила отдельно, а речь отдельно, то вы сто процентов этот третий шаг никогда не делали и не делаете. Поэтому что же это вообще за третий такой шаг? Это внедряем в речь. Вот мы берем вот те знания, то, что мы взяли там из учебника или из какого-то сайта, когда мы разбирали present perfect, и внедряем это present perfect в речь. Вместо него может быть все, что угодно. Это могут быть предлоги, это могут быть новые глаголы, это могут быть другие со всем временем. То есть вот все, что угодно, но мы сразу внедряем в речь. Хорошо, если вы, допустим, учите язык для карьеры, вы можете практиковаться в конференциях. У вас в любом случае есть какие-то созвоны, есть конференции с бизнесом, партнерами. Вы можете внедрять в речь сразу там и практиковаться, и прорабатывать. Но что делать тем, кто просто учит язык для себя? Я вам расскажу. Чаще вы можете найти либо себе собеседника, либо если, ну вот прям вообще собеседника нет, проговаривайте это своей семье, проговаривайте это себе. Садитесь ужинать, проговорили. Пошли там, я не знаю, играть с ребенком или пошли заниматься какими-то делами, проговорили. То есть понимаете, что вы сами должны находить все возможные варианты применения того, что вы проходите, даже если это грамматика, сразу в реальной жизни. Идете, рассматриваете небо, птичек, улицу, ну вот все, что хотите, сразу внедряйте, рассказывайте себе. Изучили время просто, past simple, это прошедшее время. Идите, проговаривайте с утра, идете там на работу или просто вышли попить кофе, проговаривайте, что вы делали с утра. Выучили future simple, будущее время, идете, проговаривайте, что вы будете делать, чем вы будете дальше заниматься. Ну, в общем, все, что угодно, но помните, что вам нужно находить все возможные варианты внедрения в речь того, что вы применяете, того, что вы изучаете. Иначе, если не внедряли и не внедряете, то и разговаривать, говорить тоже не будете. Теперь поговорим о двух шагах, чтобы понимать всех и вся. Для того, чтобы понимать речь на слух и вообще, понимание речи на слух – это такая глобальная проблема. Разговорная речь и понимание на слух – это две глобальные проблемы. Но на самом деле понимание на слух здесь еще проблематичнее в каком плане? В том, что когда говорим мы, то, в принципе, все зависит от нас. То есть разговорная речь, она зависит от нас. Либо мы говорим, либо мы не говорим. Но если говорят нам, вот в этот момент мы заложники этой ситуации, потому что нам нужно собраться, разобрать, о чем нас спрашивают или что нас спрашивают, знать, как ответить. Плюс у нас еще появляется вот этот вот дефицит времени, мы уже загнаны в какие-то рамки. И еще не забываем о том, что у каждого собеседника есть свой акцент, свое произношение. И поэтому вот это тоже нас вводит в некий стресс. Поэтому вот здесь. Как думаете, что это? Ну, я знаю, что вы сейчас ответите. Вы скажете, что это круг. Это нормально, так говорят все. Круг. А почему это круг? На самом деле это не круг. Это просто шесть отрезков, которые распределены в круговом порядке. Но мы почему-то все считаем, что это круг. Почему? Потому что наш глаз видит, что это шесть отрезков, но вот эти вот пробелы он дорисовывает, и для нас это выглядит в форме круга. Это зрительное восприятие. Зрительное восприятие работает как? Мы что-то видим, посылаем сигналы, импульсы в мозг, и за счет этого у нас выстраивается готовая картинка. Вот то же самое происходит с восприятием на слух. То есть восприятие на слух – это не только наш слух, это и наш мозг. Мы слышим, вот как многие говорят, о, я ничего не слышу. Нет, вы слышите. Просто вы не понимаете, потому что здесь вы получаете информацию, а в мозг она не поступает, потому что на то есть разные свои причины. Но любой звук обрабатывается мозгом и несет смысл уже вот как раз-таки после этой обработки. Поэтому, если вы плохо воспринимаете на слух информацию, здесь могут быть две причины, два варианта. Первое – это, может быть, не натренированное ухо, это один из вариантов. А второй – это просто слышите звук. Что значит просто слышите звук? Ну вот представьте, что вы там не знаете, я не знаю, китайский какой-то. И если вас поставить вот туда в какую-то группу китайцев, что вам там будет понятно? Ничего. Почему? Потому что вы этих звуков никогда раньше не слышали. То есть о том, что они проговаривают, о том, что они говорят, вам вообще будет непонятно это. Почему? Ну вы не слышали этих звуков, как вам могут быть они понятны, если вы их, в принципе, никогда не слышали. Поэтому вы их и не будете воспринимать. То есть у вас слуховой аппарат как бы есть, да, вы слышите, но вы не понимаете, потому что вот этот вот импульс не идет дальше в мозг. Что нужно делать, чтобы прокачать навык восприятия на слух? Первое – это работать над произношением. Поэтому здесь сразу я вам и проговариваю то, что как ни крути, английский язык, ну его нельзя выучить только в каком-то одном ключе. К примеру, только разговорный, вот только разговорный, там, только чтение, только чтение. Нужно собрать из всех вот этих вот аспектов языка, и тогда у вас будет дальше результат. Поэтому работать над произношением нужно. Почему? Потому что если вы неправильно произносите слово, вполне возможно, что когда вы услышите какое-то слово, вы его даже не поймете, потому что собеседник его произносит иначе, ну так как это слово, в принципе, иначе произносится, он не может его по-другому произнести. Но за счет того, что вы не знаете этого, потому что вы всегда его произносили по-другому, и вы не работали над своим произношением, вы его и не узнаете, не распознаете. И следующее, чем больше знаете слов, тем больше понимаете. Соответственно, нужно всегда расширять свой словарный запас. Сейчас я вам дам 4 совета, чтобы прокачать аудирование. Что же это может быть? Во-первых, эти советы очень классно снимают стресс, подготавливают вас к тому, чтобы хорошо прокачать аудирование. Первое – это подготовьтесь к своей реакции. Даже если вы не поймете собеседника, вы должны быть готовы к своей реакции. К примеру, вы там встретили иностранца, он вы начинает что-то рассказывать, ну вот не знаете вы, вы не понимаете, что он говорит. Не нужно паниковать, то есть вы уже заранее должны были быть, должны быть готовы к этой ситуации, что может быть такая ситуация. Это нормально. Не значит, что мы прям вот всех и все и вся должны сразу же раз-два и понять. Поэтому вы можете заготовить несколько вопросов, с помощью которых вы его попросите повторить или говорить помедленнее, или просто попросить его переформулировать какое-то слово, потому что именно это слово, именно в этой связочке вы не знали. Допустим, sorry, could you say it again? Простите, вы не могли бы повторить? Или I'm sorry, I didn't catch that. Простите, я не расслышал. Excuse me, could you repeat the question? Простите, не могли бы вы повторить ваш вопрос? Excuse me, what does this word mean? Извините, а что значит это слово? Что оно обозначает? Но старайтесь избегать слова what, потому что what мы привыкли, это что? Ну и как бы для вашего собеседника будет не очень приятно услышать what, что ты хочешь и так далее, поэтому вот это excuse me, sorry, I'm sorry, repeat please, повторите, пожалуйста, ну в общем все, что угодно, используйте, только не what. А второе, что нужно делать, это развивать привычку слушать. Да, это нормально. Пять минут в день выделяйте себе каждый день, чтобы вот эту привычку развить. В тренажерном зале включите себе на пять минут в наушники что-то на английском. Опять же, подкасты, видео, песни, все что угодно, вот все, что вам пришло в голову, вот тем и пользуйтесь. Гуляете, пьете кофе, едете на работу, там, я не знаю, обедаете, в общем, не важно, чем вы занимаетесь, просто внедряйте эту привычку слушать. Третье, это позитивные настроения. Да, казалось бы, зачем? Объясню зачем, потому что первое, что вы можете сделать, чтобы вселить в себя уверенность, это, конечно, проговариваете. Я могу, я молодец, у меня все получится, вот это вот, знаете, эй, давай, все, вперед. Это тоже нормально, но это внешняя история, потому что очень быстро вот это вот ощущение пропадает, и несмотря на то, как бы вы себя позитивно не настраивали, не подбадривали, не вселяли бы сами в себя уверенность, когда эта уверенность идет изнутри, это уже совсем другие ощущения. Вот вы можете, опять же, слушать подкасты, смотреть сериалы, смотреть видео, то есть все время поднимать вашу планку, поднимать именно вот эту вот планку постоянно. И здесь как раз-таки вам нужно найти такую зону дискомфортного комфорта. Что же это за зона? Давайте сравним это со спортсменами. Вот в марафоне, пусть это будет какой-то спортивный марафон по бегу, есть как раз-таки три зоны. Вот они, зоны комфортного дискомфорта. Вот она первая, пожалуйста, первая, лежа на диване, ничего не делает, все прекрасно. Это первая зона. Есть третья зона, когда наоборот, он настолько бежал, настолько готовился, что переусердствовал с этим всем, и вот вроде как бы человек есть, но все, он уже упал, его уже откачивают, он обессилен, он уже дальше никуда, соответственно, не дойдет. И как раз-таки есть вот эта вторая зона между первой и третьей. Вот она, зона комфортного дискомфорта. Это как раз-таки вот это среднее. Это вроде как бы человек подустал, но он все равно бежит. Он нашел именно вот тот самый темп, благодаря которому он будет бежать, и у него вот это получается. То есть он в любом случае добежит, потому что вот он выбрал свой вот этот вот средний темп, и все, он уже будет бежать к цели, и он дойдет до результата. Вот как раз-таки это и нужно сделать вам. То есть не старайтесь себя задавить работой, изучением языка, постоянно, 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 потому что у вас будет вот здесь как третья ситуация. Вам нужно выбрать что-то среднее, вы учите язык, значит, уделяйте там каждый день по 15-20 минут, но не перевсердствуйте, потому что, опять же, я знаю много случаев, когда приходят ко мне такие заряженные, все, мы будем заниматься. И вот они сами себя загоняют в такие рамки, что они буквально за месяц уже этим перегорают, потому что вот этот вот энтузиазм такой, который вначале был, вот это вот пламя, оно чуть-чуть начинает утихать, угасать, им уже ничего не хочется, потому что они здесь занимаются, здесь они еще дополнительно слушают, а там они читают, а тут видео смотрят, и получают слишком много информации, они не успевают ее обработать, и они, наоборот, только угасают. Теперь мы с вами поговорили о реакции, как подготовиться, о привычке слушать, в позитивном настрое. И четвертое – это используйте разные формы речи. Разные формы речи – это разные акценты, разные форматы интервью, телешоу, короткие видео. То есть из этого всего у вас будет развиваться уверенность. То есть вы слушаете разные акценты, улавливаете там, там и там, и вы, в принципе, по чуть-чуть знаете все. Все, так вот как раз-таки уверенность. Почему же у вас не будет уверенности? Конечно, будет уверенность, вы же там слушали, тут слушали, здесь слушали. Вы же, ну, как бы понимаете, почему вы не можете пойти, к примеру, на какое-то там интервью и не можете там ответить. Можете, что там не такой же человек, такой же самый, и вы уже настолько подготовлены. Кстати, ТВ-шоу, вот здесь тоже вам на заметочку, там очень много именно живой разговорной лексики. Поэтому ТВ-шоу очень полезно слушать и смотреть. Именно оттуда вы можете подчеркнуть для себя разговорную речь. Есть разговорные фразы в учебнике, я не спорю. Но, опять же, смотря какой учебник вы подбираете. Поэтому все, кто занимается у меня, кто проходил у меня курсы, и они знают, что я даю максимально живые и разговорные фразы. То есть это не просто, у нас есть учебник, и вот мы только по учебнику. Нет, это разговорные фразы, чтобы вы тоже могли общаться и комфортно себя чувствовать, когда вы попадете в англоязычную страну. А теперь две топовые техники, как прокачать аудирование. Техника номер раз. Читать и слушать одновременно. Это называется теневое чтение. Когда у вас есть текст, когда у вас есть к нему аудио, вы и слушаете, и читаете. Но это не значит, что вы должны слушать и читать шепотом. Вы должны себя слышать. Когда вы читаете, вы проговариваете, и себя слышите, и слушаете. Не просто читать. Нет, чётко, чтобы вас было слышно самому себе. Тогда вы будете и подражать автору в интонации, и слушать, что вы говорите, и как автор проговаривает. И ещё следующее – это только слушать. Только слушать. Ну вот, знаете, с чем можно сравнить? Вот вы приготовили какое-то блюдо, ну, я не знаю, картошки натушили, не съели её в первый день. Вы же её не выкидываете? Вы её можете убрать всё там в холодильник. Ну, не знаю, там, если какое-то блюдо, которое, можно, там, нажарили от бивных, и решили там их убрать вообще в морозилку, потому что в следующий раз вы достанете. Вот здесь то же самое. То есть вот вы поработали с текстом, вы его одновременно и слушали, и читали, и это не значит, что после этого вы берёте этот текст и всё. Всё, на этом закончил, как бы всё. Преисполнился. Нет. Вы его только слушаете. Вы делаете из него подкаст. Если это было видео, отворачиваете ноутбук, отворачиваете телефон или переворачиваете, и оставляете только аудиозвучание, что бы это ни было, с чем бы вы ни работали. Потому что у вас это будет как подкаст теперь. Это сложнее, я согласна. Но вы проработаете. Вы разобрали, слова там тоже разобрались, с диктором читали, посмотрели, какие у вас там речевые обороты есть, какая грамматическая конструкция или конструкция использовались, времена. То есть вы этот текст проработали от и до. После этого вы уже можете его только слушать. Вы будете понимать, о чём идёт речь? Будете. Может быть, там несколько каких-то слов, которые вам будут неизвестны. Но вообще, в общем, у вас уже будет цельная эта картинка. Поэтому вот когда я вам ещё на вчерашнем вебинаре говорила о том, что это должен быть цельный пазл, то, что в школе мы учили вот так разбросные детали, вот одно вытекает из другого. Поэтому когда я составляла этот курс, о котором я вам, кстати, расскажу завтра, я уже просто жду это с нетерпением, я настолько всё продумывала, чтобы у вас этот пазл именно складывался цельной картинкой, не просто кусочки откуда-то взятые, а именно цельной картинкой. Поэтому я и проговаривала о том, что есть методика, по которой я преподаю, авторская методика. И, конечно, ещё есть разные фишки, которых я назвала как лишники на тортике, которые я внедряю, чтобы вам было интересно. Итак, завтра у нас будет заключительный. Третий вебинар, на котором я расскажу, какие есть пакеты и тарифы в этом курсе. И ещё расскажу вам несколько интересных фишек. Ну и кое-что я для вас ещё интересное приготовила. На завтрашнем вебинаре мы поговорим о лайфхаках для преодоления лени, прокрастинации и сопротивления при изучении английского. Разберём, как же улучшить произношение. Дам вам четыре рекомендации, которые помогут быстрее прокачать навык понимания речи. И также ещё будет волшебная формула, как быстро выучить английский язык. Да, есть такая формула волшебная. Поэтому всем большое спасибо, что вы сегодня присутствовали на втором дне вебинара. И я вас жду завтра в это же самое время. Всем спасибо и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok